Окончание зимы на товарном рынке Нижнего Новгорода ознаменовалось тем, что список социально значимых продуктов разделился почти поровну по росту и снижению цен. Так, к 15 февраля, по данным мониторинга местного антимонопольного управления, снизилась стоимость мяса. Цены на говядину, свинину и куриную грудку снизились, размер снижения примерно на около 3%. Также подешевели пшеничный батон, ржаной хлеб, подсолнечное масло, вермишель, сахарный песок, пшено, гречка, морковь и репчатый лук. А вот самые дорогие на сегодняшний день продукты – это молоко и сливочное масло. К февралю цена молока в годовом исчислении увеличилась на 6,5%, а масло на 21%. С целью установления причин сложившейся ценовой ситуации Нижегородским фас России проанализированы показатели деятельности нижегородских производителей сливочного масла за 2016 год. Результаты проведенных контрольных мероприятий показали, что увеличение отпускных цен произошло за счет увеличения себестоимости, в том числе за счет роста цен на основной источник сырья. Кроме того, антимонопольщики установили, что для ряда компаний производство сливочного масла отчасти убыточно, что в свою очередь компенсируется ростом цены этого молочного продукта. Само молоко подорожало по причине снижения объемов надоев и малой прибыльности от его получения и реализации. Кроме того, в данной отрасли существует такая проблема, как длительный срок окупаемости вложений. Еще одна причина связана с ростом стоимости сырого молока на мировом рынке, а также с возмещением дефицита на российском рынке импортными поставками данного продукта. Также к середине февраля выросли цены на рис, черный чай, картофель, капусту, яблоки, апельсины, груши, мандарины, лимоны и бананы. Впрочем, три продукта на товарном рынке Нижегородского региона никак не отреагировали на окончание календарной зимы. Это куриное яйцо, баранина и мороженая рыба. Последняя даже подешевела в цене не только к середине февраля, но и в годовом исчислении. Причины, как полагают в Уфас, снижение потребления населением данного продукта.